Всем привет, на связи Мапу и в прошлом видео мы с вами поговорили о самом главном этапе при разработке мобильного приложения, когда мы с вами создаем весь фундамент, все архитектурное построение, всю систему папок, настраиваем работу с сервером, настраиваем работу с локальной базой данных через руль. У нас вся основа готова, теперь нам нужно лишь только поднастроить функционал и сделать всю визуальную часть. Об этом поговорим в сегодняшнем видео, настраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Если вы хотите стать андроид-разработчиком и сделать это максимально оперативно и качественно, если вам нужна помощь по выходу на рынок, на котором вы сможете самостоятельно разрабатывать андроид-приложения, как на заказ, так и создавать свои собственные проекты, приносящие доход без вашего участия, если вы хотите освоить новую профессию, которая позволит вам не беспокоиться о своем будущем и, конечно же, настоящем в современных условиях нестабильности и кризиса, если вам нужна моя консультационная помощь по трудоустройству, по профессии андроид-разработчика, тогда я приглашаю вас на свой курс, построенный на индивидуальной основе андроид-разработчик за 3 месяца. На этом курсе я сделаю из вас андроид-разработчика, владеющего всеми актуальными современными технологиями. Обучаться можно абсолютно с нуля, без всяких знаний в программировании. После обучения вы сможете разрабатывать абсолютно любое мобильное приложение под систему андроид, а также у вас в портфолио будет два разработанных мобильных приложения и два отзыва. Кроме того, я помогу вам выйти на рынок разработки мобильных приложений под андроид и окажу консультационную помощь по трудоустройству на позицию андроид-разработчика. Если вы в нынешних кризисных условиях хотите обезопасить себя и освоить профессию, которая позволит вам обрести экономическую безопасность и стабильность, тогда я предлагаю вам записаться на мой курс андроид-разработчик за три месяца. Я помогу вам стать профессиональным андроид-разработчиком, тем самым вы не будете зависеть от экономической ситуации в стране целом и от работодателя. И даже сможете построить свой небольшой бизнес. Все ссылки для записи и консультации есть в описании под видео. По факту в сегодняшнем видео я расскажу про все остальные этапы разработки мобильного приложения, потому что основа создана, все самое глобальное, все самое сложное уже пройдено и осталось, скажем так, ну не самое простое, ну особо про эти этапы и особо много не расскажешь. Но кое-что у меня есть, что вам рассказать. Теперь нам нужно непосредственно создать само мобильное приложение, настроить для каждого экрана свой особенный функционал и настроить дизайн. И тут самое главное. Есть несколько подходов, я придерживаюсь следующим подходом. Нужно поэтапно разрабатывать мобильное приложение, то есть нужно, допустим, у вас несколько экранов. Создали сначала основной экран, да, пока поставили, пока остальных экранов нету, вы поставили, допустим, временные ссылки, кнопки на, допустим, другие экраны, которые вы разрабатываете, потому что главный экран я вам советую разрабатывать в самом конце, когда у вас все будет разработано и вам останется немножко лишь под шамами. Допустим, вам нужно разработать, допустим, каталог с товарами для приложения, для интернет-магазина, да. Вы создаете каталог, создаете экран шок, да, в зависимости от активики или прагмента, в зависимости от того, что у вас мобильное приложение, какая у вас структура. И тут самое главное не заморачиваться на дизайне, в первую очередь, она строит сам функционал, она строит выдачу категории, выдачу, допустим, товара по каждой категории, потом настроить, создать экран с карточкой товара, настроить, передвисаться на эту карточку товара, научиться, вернее, сделать переброс всех данных, в зависимости от того, по какому товару вы так, скажем так, оформить переброску всех этих данных по каждому товару, саму карточку товара, для того чтобы распределить там это все дело. Когда у вас каталог готов, опять же с дизайном не заморачиваемся, попорно просто, чтобы обозначить все эти элементы в тире на экранах, потом будем стилизовать все. Потом, допустим, идем в следующий шаг, настроить корзину, настраиваем корзину, потом третий, допустим, шаг настраиваем, настраиваем добавление товара в корзину, удаление из корзины, то же самое делаем, допустим, по избранным товарам и так далее. То есть суть в следующем, вы разрабатываете функционал вашего мобильного приложения по экрану, по шагам от одного этапа к другому. То есть по логике, как будет работать ваш пользователь с мобильным приложением. То есть делали, допустим, каталог с товарами, с категорами, потом делали корзину, потом делали избранное, потом оформление, все это делаем. То есть суть в том, что сначала мы разрабатываем функционал, а когда у вас уже функционал будет готов и ваше мобильное приложение будет функционировать, уже после этого вы должны уже подумать о дизайне. Не в плане вы, как подумать о дизайне, сделать дизайн окончательным. Потому что до этого вы уже подумали о дизайне, вы разместили различные виджеты на экранах, да, уже настроили к ним уже функционал, а теперь нужно выбрать цвета, допустим, различные формы, уже там уже можете творить с дизайна. Есть еще один подход. Когда вы каждый функционал разрабатываете в отдельном мобильном проекте и уже потом по модульному внедряете в общий чистовой проект. Есть такой также вариант. И когда у вас будет готово вот это мобильное приложение, когда вы все это поэтапно разработаете, настанет время тестирования. Во-первых, программное тестирование. Вы можете загуглить, посмотреть, что это такое. Но самое главное, вам нужно человеческое тестирование. То есть вы должны взять свое мобильное приложение и попользоваться им, как обычный пользователь. И посмотреть, удобно ли вы расположили ли ним, все ли хорошо работает, ничего не вылетает, ничего ли не ключит. Максимально попробуйте максимально понагружать свое мобильное приложение. Потому что если что-то вам не особо нравится, создателю своего детища, то поверьте, пользователю это и подавно не понравится. И так, когда вы сами все протестировали, дайте нескольким своим друзьям потестировать с различных мобильных или устройств, да. Возможно, одновременно, чтобы посмотреть на грузку, на мобильное приложение выдерживать, не выдерживать. После того, когда, допустим, это уже вы протестировали, не знаю, зайдите на фриланс, разместите свое задание потестировать мобильное приложение. Ну, возможно, будет его загрузить на какие-нибудь, скажем так, маркеты, не плей-маркеты, куда можно бесплатно быстро загрузить, чтобы люди скачали, попользовались, да. Допустим, заплатите денежку, чтобы человек потыкал приложение, написал свои свои комментарии по нему. Когда вы получите реальные отзывы от реальных людей, вы сможете уже немножко докрутить, доработать свое мобильное приложение. Про движение мы говорили ранее, то есть у вас уже должна быть схема монетизации. И когда у вас все уже готово, вам все нравится, вам нужно будет опубликовать мобильное приложение. Если вы не знаете, где публиковать сейчас, в 2022 году на русскоязычном пространстве мобильное приложение, у меня под этим видео в описании будет ссылка на то видео, в котором я рассказывал, приводил пример, где можно публиковать там десятки этих всяких плей-маркетов, где можно бесплатно публиковать. И, ну, если вы все-таки хотите на плей-маркете публиковаться, будет также вот эта самая ссылка на статью, как зарегистрироваться в плей-маркете и как бы опубликовать свое мобильное приложение. Но плей-маркете за плей-маркет придется платить. И вот после этого, как вы опубликуете свое мобильное приложение, настанет пора его бесконечного продвижения. Тут уже внедряете все свои способности маркетинга и начинаете продвигать и пиарить свое мобильное приложение. Вот так в целом я разбил на несколько видео каждый из этапов разработки мобильного приложения. В целом оно так и разрабатывается, но конечно я это рассказал я вам быстро разбили этапы самом деле приложение может создаваться как за месяцах за полгода так за один год так и за несколько лет все зависит мобильного приложения сколько человек одним работает в общем в целом вот так вот и разрабатываются мобильные приложения на сегодня у меня все это все что я вам хотел сегодня рассказать связи был проект могу наверное теперь видео будет выходить скорее всего один раз в неделю потому что я начал вести другое щука несколько каналов других сейчас я очень увлекся темой скажем так создание кино создание фильмов клипов и возможно новым контентом от скоро порадует потому что есть несколько задумок а на сегодня у меня все с вами был проект могу всем до встречи всем пока